Остановка по требованию. Соломинский райсуд столицы все же вынес меру пресечения Роману Насирову. Еще вчера, почти без сознания, сегодня Насиров энергичен и открыт к общению. Он гордо демонстрирует катетер, но и от клетчатого одеяла далеко не отходит. На каком залоге сошлись судьи для чиновника, подозреваемого в злоупотреблениях на сумму 2 миллиарда гривен? И где сейчас главный фискал страны? Все подробности узнаем от Анны Каменевой. В Феофане институт кардиологии суд СИЗО, где только не побывал за последние 5 дней Роман Насиров, уже отстраненный глава фискальной службы. Судебная эпопея затянулась на 3 дня. Накануне в Соломинском суде целых 17 часов пытались избрать ему меру пресечения. Все это время в зале заседания дежурили врачи. Стояла каталка и лежало оно. Знаменитое клетчатое одеяло, которое уже стало атрибутом дела Насирова. За 17 часов успели и видеозадержание посмотреть, и свидетеля врача допросить, и обсудить двойное гражданство подозреваемого. Когда наконец вышли на финишную прямую, адвокаты заявили устали. Я прошу суд в классе судового розыска на завтра на рамки. Сколько у нас мы выслужили? Нам надо было пояснение. То, что мы сейчас перенесем на завтра заседание, страна зачастую будет иметь перевагу в подготовке до заперечений на наши пояснения и на наши попытки. Суд в итоге решил работать до победного конца. Выслушав все стороны, удалился в совещательную комнату принимать решение. А пока ждали, Насиров решил пообщаться с журналистами. Даже показал катетер и заявил, в предыдущие дни был не без сознания, а под действием снотворного. Внимание, как и симуляции. Было прединфарктное состояние. Когда меня забирали из лекарства, то я был подготовлен к МРТ сердца. Мы введем снотворное, под которым я спал. Две дни вы полностью выходили из-под снотворного? Две дни, когда вы получили факт вручения. Это было то же самое. Было много заспокойного. А вот внести требуемую прокуратурой сумму залога в 2 миллиарда гривен, Насиров уверяет, не сможет. У меня 2 миллиарда нет. А друзья, это поможет? Нет. Я точно не хотел бы, если бы у кого-то из моих друзей было деньги, я бы не могла бы забрать, чтобы кому-то требовалось забрать 2 миллиарда гривен на мою заставу. На что? Мы будем защищаться. В половине четвертого утра судья наконец-то вынес свой вердикт. Адвокаты заявили, таких денег у Насирова якобы нет, а один из них оговорился. Все свои деньги получены, он декларирует. И, насколько мне известно, эта сумма намного меньше наявных у него денег. Эта сумма больше, чем те, которые у него не являются. В итоге Насирова сразу из зала суда отправили в Лукьяновское СИЗО. И адвокаты и прокуроры заявили, будут подавать апелляцию. В антикоррупционной прокуратуре обещают вскоре и обвинительный акт подготовиться. Детективы перед оголошенным подозрением, когда была в Сталинграде, пообещали, что они вкладываются в двухмесячный строк расследования. Сейчас следствие нужно собрать те доказы, которые будут достатными для обвинительного акта. И направить справу до суду. Другая травма, заказы должны завершить следствие. Вот и все. Напомню, Насирова подозревают в превышении служебных полномочий. Дескать, фискал содействовал газовым аферам Онищенко, что привело к двухмиллиардным убыткам. Анна Каменева, Полина Спасенко, Максим Чеплин, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.